Ребята, всем привет! А мы сегодня продолжаем играть в игру, которая называется Martha is Dead. Остановились мы в прошлый раз... Секундамер пошел. Остановились мы в прошлый раз на загадке с азбукой Морзе. Я сказала, что почитаю в ваших комментариях, как ее решать. Но так вышло, что вторая... Третья, получается, серия еще не вышла на момент, когда я записываю эту. Поэтому я вас немножко обманула. Вместо этого я подсмотрела, как решать эту загадку в интернете. И узнала, представляете, удивительные вещи. Во-первых, тут почему здесь был бачок, да, и мы над этим смеялись. Это не бачок, это танк, то есть танк. Он же иногда бачок. То, что здесь называется пожар, это fire, то есть город в огне. Это как бы реально город в огне должен быть, а не в пожаре. Всякие приколы тут тоже есть. Спрятанный... Сейчас вам расскажу, что тут. Ну, короче, здесь тоже какой-то был тупой просто перевод на русский. И из-за этого было очень странно понять, то ли прием, то ли конец связи. Короче, что-то такое. А как решать эту загадку, я вам сейчас расскажу. Мы практически с вами. Я, точнее, не знаю, как вы. Вы-то, наверное, еще в прошлый раз все решили. Но я была в прошлый раз очень близка. Да, смотрите, у нас три точки, тире и точка. Мы с вами. И вот здесь, видите, здесь есть дырочка про Белл. Поэтому мы идем. Точка. Идем туда, где точка. Три точки. Е и С. Это буква С. Я про это говорила. Дальше. У нас идет пауза. Поэтому мы обращаемся к части, где тире. Это у нас будет Т. И точка. Это Н. Получается, что у нас С, Н. И мы смотрим по обозначению. Это получено. Кстати, видите, она все равно красится красным. Поэтому моя маленькая хитрость вчера... Ну, я записывала вчера эту серию. Моя маленькая хитрость не удалась. Дальше мы смотрим. Три точки. Раз, два, три. С. Пробел. Точка. Тире. Точка. Р. С, Р. Точка, точка, точка. Тире. В. С, Р. В. Требуется. Смотрим дальше. Тире. Точка, точка. Д. Точка, точка. Тире. Точка. Ф. Д. Ф. Д. Ф. С. Есть такой. Защитный. Точка. Тире. Точка, точка. Эл. Тире. Точка. Тире. Линия. Тире. ЭМ. Точка. Тире. Тире. Тичка. П. ЭМП. Точка. Тире. Тире. Точка. П. Мпп? Есть такое? Есть такое. Карта. Точка. Тире. Точка. Точка. л . 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 С, В, С, тире точка, Н, В, С, Н. Есть. Точка, Е, тире точка, точка, Д, Е, Д. Точка, точка, тире точка, Ф, Е, Д, Ф. Здание. О, божечки. Так. Точка, тире, точка, точка, Л. Тире, точка, Н, Л, Н, тире, тире, точка, Ж, Л, Н, Ж, У. Точка, точка, тире, точка, Ф, Точка, точка, И, Фи, Точка, точка, тире, У, Э, Ф, У. Эфу. Перепутала. Давай еще раз. Точка, точка, тире, точка. А, на Ф начинается. Подожди, на Ф, на Ф, на Ф. Это Фиу, да, наверное? Сейчас Ф, точка, да, Фиу. Извините, ошибочка. Возле здания у река. Так. Точка, тире, А, точка, тире, точка, Р, Р. Конец связи. Меня попросили найти карту линии обороны. Она должна быть в кабинете отца. Хорошо, что ты все поняла из вот этого, потому что я не поняла ничего. Я опять чуть-чуть выкрутила настройки получше. Меня все штормит, бросает меня то в одну, то в другую сторону. Я сделала поменьше разрешения экрана, но настройки графики сделала высокие. Не знаю, возможно, сейчас передумаю, верну на средние. Так, мне нужно, кстати, пойти и проявить фотокарточку. Так, все, я поняла, извините. Делай среднее, все. Я сдаюсь, иначе эту игру не пройти. Ее штормит. Мне надо проявить фотокарточку, которую я сделала, только я не помню, что я там сделала. А, с могилой возлюбленного белой дамы. Точняк. Пойдемте. Что это? А это что за фотка? Это мужик сидит на могиле? Я такое не снимала. У меня такое ощущение, что мы реально... Там человек сидит. Топа... Может, это, типа, белая дама там сидит, и она, типа, скорбит о своем возлюбленном? Доставьем. Кто это, блин? А нет, это мужик. Вот и могила, которую я искала, и дух узника. Как и дама, он заперт в этом мире, но встретиться друг с другом они не могут. Зло разлучило их. Цель обновлена. Очень прикольный у тебя фотоаппарат, который духов снимает. Найти правильную могилу. Боже, здесь еще инфа всякая. Ну вот это рядом с бревном. Пойдем. Не, пойдем сначала возьмем карту. Пойдем сначала возьмем карту у папы. Это что такое? Тут постоянно какие-то новые линзочки появляются. Желтый фильтр. Если бы жжел снег, жжел снег. Шел снег, он был бы идеален. Зеленый фильтр. Подойдет для пейзажей. Че так темно? Вот здесь светло. А там темно. Так, а куда нужно карту отнести папкину? Тут закрыто? В смысле тут закрыто? То есть ты мне хочешь, чтобы я обходила? Я поняла. Там скрипт какой-то, да? Пойдем. Через обычный вход. Тут можно было уже и к мужику, блин, сбегать. Быстрее было бы. Ну ладно. Уже намылились. Так тут закрыто. Пустите домой. А почему? Почему меня не пускают? Телефон, номер, годская линия, сфотографировать карту, кабель связи, белая дама. Мне нужна моя личная вещь, типа вообще-то. Моя личная вещь стопудово будет в комнате. Почему дом закрыт? Ветром что ли задуло? В подвал, главное, можно зайти? И здесь, глянь, закрыть? Что за ерунда? Почему? Как мне теперь залезть в дом? Через окно? Прикажете? Или что? Или мне надо сначала... Пожалуйста, пустите. Пойдем к мужику сходим. Ладно, я поняла. Подвал, наверное, пускает, потому что надо фотки проявлять. Приколы. Приколдессы. Так, куда? Вот сюда же, да? А нет. Немножко не сюда. Немножко вот сюда. А нам что нужно? Там нам же не придется ничего раскапывать, да? Придется? Окей. Опа, крестик. В смысле, он там вот так вот прям... Если я его надену, то смогу установить с ней контакт. С ним она должна будет меня услышать, я в этом не сомневаюсь. Мне не хватает того, что соединяло бы мой мир с миром дамы. Озеро, ну конечно. Почему я раньше об этом не подумала? Платье, которое я бросила в кусты в тот злополучный день, оно уже несколько дней находится у озера в мире, которое принадлежит и мне, и ей. У меня сейчас важный вопрос. Она с шеи крест сейчас дернула? Или откуда? Так, это очень долгий будет обход, мы туда не пойдем. То есть игра абсолютно линейно говорит нам, давай-ка ты пойдешь на озеро, а карту ты снимать пока не будешь. Правильно я понимаю? А вот крест, смотри, велосипед. Озеро. Велосипед отмечен. Отправиться к озеру. А пойдемте сходим к велосипеду. Почему он подсветился внезапно? Может быть там сейчас какая-то будет возможность все-таки телепортироваться к озеру, а не кататься на нем вокруг дома? Это было бы здорово. Хотя, конечно, гулять по лесу, ну, в этом есть свой шарм. Тем более днем. Мы ничего не боимся. Да нет, я просто еду на велосипеде. Ай! Там ворота закрыты, как мне выехать? Давай на таран. На таран, давай. Пошла. И зачем я села на велик? Дурацкая игра. Так, это что такое? Это что такое? О, ничего себе. Извините, пожалуйста, здесь важная информация, и она касается Марты. Ага, ага. Так, велосипед, короче, мне не помог. Я просто потратила время, катаясь на велосипеде. А я могу здесь пройти? О, могу. А куда я здесь пройду? Вниз. Ладно, пойдемте к озеру. Мне нравится, что здесь есть какие-то закуточки, в которые можно залезть, пройти там, что-то найти, наверняка, какие-нибудь фотографии или что-то типа того. Ну, давайте уж, ладно, пойдем по сюжету. Если нас даже в дом не пускают, значит, нам очень критически важно добраться сейчас до озера. Так, а у нас там даже какая-то точка, да, конкретно отмечена? Зачем мне идти на озеро, если я еще не нашла свою личную вещь? Или моя личная вещь это платье? Ага, журнал к цели. Нужна туманная погода. Я поняла, платье это оно и есть. Мне сюда? Сюда. То есть сейчас туман вот типа, да, и сейчас идеальная погода, чтобы встретиться с белой дамой. Там крипота какая-то будет. Так, здесь куда? Направо. Бу! Тоже крест воткнут. Не замечала. Так, это я к какому-то дому иду, подожди. Подожди! Я сбилась с пути. Что-то я думаю, что не было никакого ручья и креста тоже не было. Так, по правой стороне. Вот сюда. Ага. Все, идем. Дом там какой-то, сторожка. Или что-то типа того. Во, алтарчик. Вот там лапа убили. Ну, пока все довольно мирно. Ну, при свете дня тут вряд ли что-то будет появляться и нас пугать. А на остров плыть же придется еще, да. Так, сейчас держимся правой стороны, когда будет развилка. Какой-то должен быть мастец. Так, лодку вижу. Спускаюсь. Так, а платье-то мое где? Лежит на месте преступления, как и лежала. Вот так. Должно получиться. Теперь у меня есть все необходимое, что связаться с дамой. Наконец-то я смогу отправиться на остров. Поехали. С. С. Сами плывем? О-о-о-о. Геймплей. А куда плывем? Прямо, прямо. А вот это остров с деревом. Дрын, 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 дрын. Походу, да. Дрын, 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 дрын. Это маленькая лодка, гордость и от рада няниного мужа. Много лет назад он брал меня на ней порыбачить. Я не понимаю, почему мама никогда не хотела, чтобы мы с Мартой ей пользовались. Меня не пускает. Тут барьер. Тихо, вон пристань вижу. Он не хочет туда плыть. Как мне причалить к лодке? А! Причалить к лодке хотела. Вон пристань. Специально же сделано. Спасибо, игра. Игра поняла, что я тот еще лодочник. Надо привязать лодку. Не хочешь? Не хочешь? А зачем она хочет спрашивать у белой дамы? Потому что белая дама ее кумир или что? Согласно легенде, именно на этом дереве и был повешен возлюбленный. И мне нужно сделать что? Утопиться нельзя. Что делаешь? Переодевается. Я поняла. За пленочками-то следи. Пленка? Именно ее я вытащила из фотоаппарата незадолго до того, как нашла тело Марты. На ней должны быть кадры, сделанные до этого момента. Если повезет, на одном из снимков окажется убийство Марты. Тогда у меня наконец-то будет ответ. Неужели это действительно была мама? Разберусь с этим, как только будет возможность. А сейчас нужно связаться с дамой. Блин, я хотела сказать, все, разворачивайся, поехали. Поехали проявлять. Я надену крест возлюбленного дамы, чтобы ее призвать. Ой, никогда эта мистика не заканчивалась хорошо. Локон моих волос, чтобы попасть в ее мир. Я буду общаться с ней с помощью карт Таро. Первые десять я разложу так, как мы это делали с няней. Все начнется, как только будут выбраны две карты. Ну, давай. Страшненько, да? Зырит, смотри. Ты прячешься в лесу, чтобы подобраться ко мне. Ты сливаешься с водой, чтобы показать себя. Ты желаешь общаться со мной, используя силу символов. Используешь мою боль, чтобы призвать меня. Ты очень смелая. Обращаешься ко мне за знаниями, которыми я не обладаю, за ответами, которых у меня нет. Я лишь средство, как вода, как воздух. Средство, без которого невозможно жить, дышать. Сработало? Теперь нужно выбрать две карты. Приступим. Мне нравится, что ее вообще не удивило, типа... Смерть. Это скрипт, да? Звезда. Я чувствую, что ты хочешь знать, кто это сделал. Но ответа у меня нет. Ты сама должна найти его. Никогда не иди напрямик, если хочешь добраться до сердца. Быть может, у твоей сестры-близнеца есть ответ на твой вопрос. Даже после смерти мы оставляем свой след, не правда ли? В сути своей ничто не истинно. Еще что-то тянуть? Колесница. Башня. Не ты управляешь собой. Тьма внутри тебя делает это. Она кормится твоими страданиями и делает вещи, которые тебе не чужды. Она будет использовать твои желания, твое чувство вины, самые темные уголки твоей души. Ладно. Повешенный. Инстаде. Мне теперь нужно жрица. Шут. А, все нормально. Отмена карт. Ты больше не сможешь отличить свет от тьмы. В скорби разница столь неуловима. Ты одна и навсегда останешься таковой. Воспоминания покидают тебя. Воспоминания покидают тебя. Они – твои единственные верные спутники. В них твое счастливое детство. И однажды они могут вернуться, чтобы составить тебе компанию. Карта, которую мне не сказали, что это? Жрец. Дочь. Дом. Мать. Дочь уходит из дома матери, создает свой дом и, наконец, сама становится матерью. Цикл разорван. Чтобы распутать узел, отыщи сына. Он – первородный грех, что отражается на вас. Та, что дала тебе свет, хочет забрать его обратно. Она хочет владеть тобой. Постепенно, шаг за шагом, она разрушает твою жизнь. Ты должна остановить ее. Кто? Мать? Ну, было бы слишком просто, если бы это была мать. Луна. Минус рассудок. Дьявол. Часть нашей души окружает людей, которых мы любим. И когда эти люди уходят, она исчезает вместе с ними. Раны от этого глубоки и никогда не затянутся. Вера непостоянна. Смерть вызывает страх, но церковь от этого спасения. Она и дом, и мать для детей своих. Вера – это свет. Не потеряй ее, ибо обрести ее вновь почти невозможно. Я утратила ее в своей печали и навеки потерялась во тьме. Крестик забрала. Чтоб больше не баловались. А то каждый будет вызывать даму. Получено достижение луна. Блин, ну можно не плавать? Я ненавижу плавать. Пожалуйста. Пожалуйста. Фу! Не могу выплыть. Ну, выплывай уже Хорошо, не надо Я поняла, в этой игре очень много самолётов Очень много будет связано с водой, мне просто надо с этим смириться О, рыбки Будем плыть к свету О, это кто, блин? Я к тебе не буду подплывать Ладно, надо, походу Все за ключ Тонешь там, что ли? Разговор с дамой запутал меня ещё больше Но, по крайней мере, теперь у меня есть этот ключ Ключ от две... Какой ключ? А-а-а, от шкатулочки Точно Сейчас, подождите, я гляну Что там у нас с записью идёт Ну вот кадры, блин, периодически выпадают Ну вот что за игра такая, а? Ну там чуть-чуть, ничего страшного Дорогая сестра В этом письме я раскрою свои секреты Если ты читаешь его, значит всё прошло так, как я и предполагала, и меня больше нет с тобой Во-первых, я не глуха и никогда ей не была В детстве я боялась мамы, поэтому решила больше не разговаривать и не слушать Это сработало Более того, мать начала меня любить Моей глухоте даже нашли научное объяснение Неврологическое повреждение во время беременности вызвано чрезмерным давлением близнеца, которое постепенно привело к потере слуха Ну типа Джулия виновата, ну да Вот так из-за моего решения виновата оказалась ты, поэтому я должна всё исправить Есть ли у меня другие секреты? К сожалению, да, но в письме такое не расскажешь Теперь, когда ты знаешь, что я могу говорить, пожалуйста, иди в проявочную Я спрятала там запись, прослушай её, и ты услышишь мой голос До скорого, Марта Зачем всё это, Марта? Что ещё ты от меня скрывала? Ты не разговаривала со мной больше 15 лет Не могу дождаться, чтобы услышать твой голос Так, сразу телепорт Здесь ничего нет Режим стримера включён, если что Никакого музончика Привет, Джулия Знаю, что это покажется абсурдным, но это я, и это мой голос Мы даже звучим похоже Впрочем, ничего удивительного Я всегда говорила, что мой голос — это ты Я собираюсь встретить свою судьбу, поэтому не хочу, чтобы между нами оставались секреты Я должна сказать тебе, что я... Я беременна, Джулия Этот ребёнок от лапа Мы с ним переспали, и мне не хватило смелости рассказать тебе Я боялась причинить тебе боль Мне так стыдно И что теперь? Как я могу родить этого ребёнка? Моя беременность уже становится заметной, да? Поэтому я больше не раздеваюсь перед тобой Но как долго ещё я смогу держать это в тайне? Вчера ты предложила ранним утром вместе сходить на озеро Ты любительница поспать Ранним утром Я попросила тебя поменяться кроватями, как мы делали, когда были детьми Я встала на рассвете, стараясь не разбудить тебя Надела одно из твоих платьев Это мы играем за Марту Всё, я поняла А, нельзя выйти А, надела! Я не надела ещё, подожди Я ещё не надела Ну, мы так и думали Мы это предсказали Я написала маме письмо, в котором сообщила, что беременна ты, а не я Сказала, чтобы она пришла на озеро посмотреть на тебя И оставила письмо на столе в её комнате Да Идём То, что она беременна от лапа, мы проинтуичили ещё в прошлой серии или в позапрошлой И мы, в общем-то, не дурачки, да, с вами? Затем поняла, что мне нужно поговорить с тобой и вспомнила о диктофоне в проявочной Она, короче, подставила сестру своей мнимой глухотой И потом такая говорит, я решила всё исправить Спроси, спасибо, что дверь открыли И такая, пойду-ка я подставлюсь, чтобы мать меня на озере убила за беременность Знаете, как это? Я пойду на озеро одна и буду вести себя, как ты Расскажу ей всё, на что у тебя никогда не хватало смелости Теперь я буду твоим голосом Я знаю, сколько страданий она тебе причинила за эти годы В отличие от тебя, я помню всё, что она творила И всё это моя вина Займи моё место, сестра Ты будешь жить лучшей жизнью, а я смогу покоиться с миром Знаю, что, по крайней мере, попыталась исправить свои ошибки А теперь я пойду И моим последним воспоминанием будет образ мирно спящей тебя Знаете, как мать говорит, да? Ну, не каждая мать, конечно, ну, некоторые Типа, забеременеешь, убью Так тупо Я была расстроена, невероятно расстроена В тот злосчастный день, 16 июля, марта не разбудила меня Так, это Джулия Надо что-то трогать Было уже поздно, а марта не разбудила меня, как мы договаривались А я, как всегда, проспала Марты не было А ведь мы должны были пойти вместе на озеро Она даже застелила свою постель, обычно она так не поступала Я решила, что мама рано встала, несмотря на лекарства И попросила её помочь с чем-нибудь Вот уж у платья твоё пропало Из моего шкафа пропало платье Заметила, то есть Я решила выйти на улицу и сделать фотографии самой, без марты Пойдём Такое ощущение, что нам сейчас уже всё, это уже, типа, конец Ну нет же, да? Или нет Или да Уже конец? Если уже конец, я расстроюсь Утро было туманно А рассвет ещё не наступил Это было предзнаменование чего-то ужасного На озеро Моя мать собственными руками убила свою любимую Марту Тогда я заняла место сестры Присвоила себе любовь, предназначенную ей Мама никогда бы не простила меня У меня были все основания бояться её Ну это, типа, всё? Это прям точно мать убила? Искала один из папиных пистолетов, чтобы защититься Какой же глупой девчонкой я была Как бы то ни было, плёнку всё равно нужно проявить А если это не докажет вину мамы То нужно будет найти доказательства того, что Марта была беременна Новая глава кладбища Шесть дней со смертью Марты, 20.00 Доказательства того, что Марта была беременна Но, походу, это всё ещё не конец Около пяти элитных немецких дивизий протестует войскам 8-й армии Проявить фото Так, газету прочесть обязательно Куда мы без этого? Так, стоп Подожди, подожди, мне нужно карту сфоткать Карту сфоткать, карту сфоткать, карту сфоткать Ку Размытое фото КТРЛ Так, фокус Чёткое фото Вот и всё Надеюсь, снимок получился чётким Как я вспомнила-то Телеграмма, я оставлю в почтовом ящике Хорошего дня Ещё одна телеграмма с соболезнованиями? Не познавато ли? Так Давайте почитаем Новозеландцы захватывают Тавернель На Восточном фронте войска 2-й новозеландской дивизии захватили Тавернель Шестая южноафриканская бронетанковая дивизия продвигается к Греве, покоряя вершины Домини и Фили Фили, Фили Четвёртая дивизия продвигается к Сан-Дживани Получен достижение звезда Покушение на Гитлера После нападения совершённого группой предателей Гитлер произнёс Моё спасение – свидетельство того, что я должен продолжать своё дело Бомбардировки Ущерб от бомбардировок между Флоренцией и Сиеной всё растёт После катастрофы в Поджибонсе завалы и перебои с электричеством стали обычным делом Саботаж телефонных сестей в Ля-Ромале Телефонные кабели перерезаны, это создаёт угрозу общей безопасности Любое повреждение оборудования информационных служб карается смертью Упс, надо было раньше об этом, кстати, знать Найти доказательства того, что Марта была беременна Лапы теперь не привлечёшь Это кто? Пойти в проявочную? Пока она рядом нельзя, нужно держаться от неё как можно дальше Это мать? Вместо этого я могу пойти на кладбище и выяснить, была Марта беременна или нет Как ты это собираешься делать? Извините, пожалуйста А как мы можем пойти на кладбище? У нас велосипед, ага Готская линия Это что? А это, видимо, на кладбище на велосипеде поехать Стоп, удало Наконец-таки велик пригодился Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- unmute Да ворота открыты, поехали А там письмо, кстати, пришло Я не забрала Так, здесь куда? На следующей развилке Налево, да? О, нельзя туда ехать? А, это и есть развилка Все, тогда мне налево Мне налево, мне налево, мне налево Налево, 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 налево Куда ты едешь? Да стой! Ладно, все, пешком пойду, блин Капец Я не могу никуда пойти Что ты делаешь, мать? Так, это кладбище Ох, как классно меняется освещение На средних настройках Ну, тут я, извините Няня рассказывала, что это была старая ветряная мельница Сколько я себя помню, она всегда была заброшена И я всегда ее боялась А мне сюда надо прийти, или что? Тасканцы По всей Италии народ борется против ненавистных немецких захватчиков Освобождено уже более третьей Италии Мы знаем, что вы делаете все, что в ваших силах, чтобы немцы не смогли удержать над вами свою власть День вашего освобождения близок, ваша свобода неминуема Ваш регион имеет огромное значение в этой освободительной войне Препятствуйте немцам, отказывайтесь от любого возможного сотрудничества с ними Транспорт необходим для немецких войск и их снабжения Ваша область является центром транспортной сети южной части Апеннин Треугольник специи Флоренция Ливорна имеет стратегическое значение для немцев Тем самым они надеются сохранить контроль над Италией Тасканцы, не жалейте сил День освобождения стремительно приближается Сплотитесь и сделайте все возможное, чтобы приблизить момент своего освобождения То есть это не кладбище, да? Так, а здесь цепочка, цепочка висит, нельзя туда ходить, нельзя никак Что у меня, блин, тут за задание, расскажите Может быть, надо было сначала прочитать? Отправиться на кладбище, годская линия А, мне нужно распечатать фото и сюда принести А я не могу Мама в подвале, почтальон оставил в ящике телеграм А где кладбище? Мне нужно на кладбище Блин, если вот это не кладбище, то что? Так, я могу здесь пройти? Марта в семейном склепе, жуткое место Так, велик, поехали Я сама не помню, но няня рассказывала мне, что в детстве мы ходили туда проверить, кто из нас осмелится спуститься по лестнице Ниже двух ступенек никто так ни разу не спустился А теперь Марта там внизу, одна, в темноте Ей должно быть так страшно Все, велик поехал, нормально Так Заходим Вот и склеп Не сейчас Да в смысле возьми болторез? Буду надеяться, что смотрителя на месте не окажется У меня от него мурашки по коже А где? Что? Где ваш склеп-то? Точнее, какой склеп ваш? Войти в семейный склеп Так, ну это не склеп Куда нельзя войти Это, наверное, типа колумбарий Самый первый с краю Семейный склеп запер Ключ должен быть в хижине смотрителя В хижине? Возьми болторез Так, по карте покажите мне, где тут может быть хижина Надо наружу выйти или что? Нина Дверь заперта, но мне нужно туда попасть Может, я смогу найти, чем сломать замок? Болторезом? Я так и знала А если бы ты взяла бы болторез сразу Нам бы не пришлось бегать туда-сюда Ты знаешь это, Март? А ты ж не Марта, ты ж Джулия Кось-кось Идеально Мне нужно поспешить, пока не вернулся Смотрите А я, кстати, думала, что болторез нужен, чтобы цепочку там перерезать в маках Получается, что нет Опа! Каждый выбирает сторону Я выбрала свою семью, но не уверена, что это правило Это что, инструкция, как звонить по телефону? Инструкция по использованию телефонного аппарата Допустим, вам нужно брать номер 0573 Поднимите трубку и поднесите ее к уху Вы услышите непрерывный гудок Поместите свой указательный палец в отверстие с цифрой 0 Да мы знаем, как после таким телефоном я застала такие телефоны Ну хорош Хватит Я не могу больше делать вид, будто ничего не произошло Не могу притворяться, что эти чертовы нацисты не убивали мою семью Мою дочь даже не похоронили Мне пришлось хоронить вместо нее эту полукровку Итальянская семья, которая сошлась с этими проклятыми немцами Ублюдки, вот кто они Что же теперь мне делать? Я покончу со всем этим и обязательно заберу с собой парочку немцев Вы больше не увидите меня, но обязательно услышите обо мне Слава сопротивлению! Вива Италия! Альберто Непонятно, кто это? Ну ладно Так, новый скин получен, кстати Если вдруг что Ключик взяла Все, валим теперь отсюда Не запирает дверь обратно, очень Беспалевно Хотя, как там ее запрешь Мы замок сломали Отшельник достижения получен Ага, свечки зажигают Ой, как красиво, боже Ага Понятно, почему мы боялись этого места в детстве Здесь очень жутко Как это работает все? Это что такое? А! Извините У вас семейный склеп, в котором никто не был до этого похоронен Правильно я понимаю? То есть, заранее позаботились? Ну, давай! А-а-ай! Пусть Бог простит меня за то, что я собираюсь сделать А еще я молюсь, чтобы ты, Марта, простила меня Так, вот эта криповая музыка всегда играет, когда происходит какая-то хрень Обнаженная натура Ну, пузяк, да Наличествует Да ладно, не надо Пожалуйста, не надо Это все не надо Не надо Не хочу Ну, а что она думает, почему у нее такой живот? Потому что она пельмени бахнула А-а-а-а О-о-о Ох, меня сейчас тошнит, боже Боже Боже, боже Я не хочу это смотреть Боже, боже, я не хочу это смотреть Довольно? А-а-а-а Это сиамские близнецы, сросшиеся головами или что? Это казалось правдой Марта была беременна Беременна обезображенным плодом с двумя головами Близнецы Нам часто повторяли, что это наследственное Это потрясло меня еще сильнее Я никогда прежде такого не делала Не знала, какая сила управляла мной Я не могла остановиться Я решила сфотографировать этот ужас Чтобы доказать маме и всем остальным Но зачем? Ну, сфотографировать это не так уже и стремно По сравнению, как бы, со всем остальным, да? Хватит Я больше не буду издеваться над тобой Я вернусь, чтобы привести тебя в порядок Останусь и буду заботиться о тебе Мы много времени проведем вместе Я люблю тебя, Марта Ты долбанулась, что ли? Вернешься, чтобы о ней заботиться? Ох, господи Доктор, я должна поблагодарить вас за помощь Не знаю, что бы я без вас делала Даже наш дорогой Донатильо, кажется, не осознает происходящего Ирена, пожалуйста Задумайтесь о том, чтобы уехать из Италии, как предлагает ваш муж Так будет лучше для всех Особенно для девочки Я боюсь, что лучше ей уже не будет Ее отец не хочет с этим мириться А я считаю, что все надежды уже давно истякли Соглашусь, но в специализированных клиниках Германии есть куда более эффективные методы лечения Психиатрическая лечебница – это лишь временное решение, чтобы она не наделала глупости Но это ужасное место, вы и сами это знаете Вы же не можете желать подобного для своей дочери Конечно же нет Но что еще я могу? Она опасна для себя и для всех окружающих Один из пистолетов Эриха пропал Наверняка это она его взяла Кто же еще? Мне очень страшно, доктор Я больше не в силах ждать Вы же знаете, что думают об итальянцах в Германии Но вы будете с Эрихом, почтенным генералом Все будут относиться к вам с уважением Эта чертова девчонка Где она может быть? Буду надеяться, что она больше ничего не выкинет Я буду ждать ее здесь, в погребе Рано или поздно она наверняка пойдет в проявочную Я бы с радостью остался, присмотрел за ней Но увы, я должен спешить в город, чтобы уладить дела касательно ее госпитализации Спасибо, доктор, не беспокойтесь Увидимся позже Чем будем мать отвлекать? Она спит Нужно этим воспользоваться Я заставлю ее говорить Она испугается и все расскажет Думает, что меня можно заставить замолчать, просто назвав сумасшедшей Но я втайне от нее все запишу На пленку Все узнают, что ты сотворила с собственной дочерью Может, руку помоешь, ну ладно Так, сначала проявка Все поняла Мне интересно, это конец еще или нет Потому что если это конец, надо доигрывать Если это не конец Надо связать ее веревкой Воу, воу, воу Теперь я разбужу ее, и она признается Можете не сомневаться Ты ж не в голову Доченька, что ты делаешь? Зачем ты хочешь сломать свою жизнь? Мне так жаль Это не я только что застрелила маму Это не я А кто? Боже, что я натворила? Она вынудила меня, она убила Марту Но кто теперь мне поверит? Они отправят меня в психбольницу Эти пленки — единственная надежда Что надо сделать? Ты зачем мать-то пристрелила? Совсем что ли уже? Так вот, у кого были ключи от моей детской Могла бы догадаться Происходит Мой бог! Рано или поздно бомбы начнут падать и здесь, и тогда всему наступит конец Так, ладно, ребятки Давайте на этом закончим Мне кажется, хватит нам кровавости Вероятно, что следующая серия уже будет финалом Но я не знаю, надо посмотреть Спасибо всем, кто смотрел Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь Если хотите поддержать канал Ссылка на Donation Alerts в описании под этим видео А также в шапке канала А я с вами прощаюсь Всем пока-пока